Киберпанк Существует бок о бок с невероятно глубоким социальным рассвоением, бедностью, болезнями, беззаконием В начале 80-х годов прошлого века был снят фильм «Бегущий по лезвию» И эта кинокартина стала эталоном, который не удается превзойти до сих пор Картина стала своеобразным ориентиром, как визуально должен выглядеть мир в стиле киберпанк Впервые фильм «Железо» я посмотрел в видеосалоне, на меня он произвел неизгладимое впечатление О паленной радиации мир будущего, грязные трущобы и люди, словно крысы, прячущиеся по своим домам Жуткий механизм, оснащенный стальными руками и пилой, готовый размажжить голову любому, кто попадется ему на пути А все действие происходит в квартире, выход из которой заблокирован Данная кинокартина известна под разными названиями Голова робота, железо, железяки, Марк 13 Гнетущая атмосфера, порой странное поведение героев этой истории, а также колоритный апокалиптический антураж Делают эту фантастическую картину заметной среди горы фильмов на тему бесперспективного будущего людей Сюжет фильма «Железо» оказался поразительно похож на один из комиксов, известного в Англии фантастического журнала Рассказ комикс назывался «Шок» В дальнейшем даже было судебное разбирательство и авторы фильма в более поздних версиях вставили в титры авторов этого комикса История в фильме строится вокруг найденной, одним из сталкеров в зараженной и радиоактивной пустыне, головы и запчастей робота Один из героев фильма, такой же сталкер, перекупает эти запчасти и дарит на Рождество своей подруге, художнице Та, в свою очередь, делает из этих запчастей очередной шедевр Но вот тут-то и начинается самое интересное Голова робота включается и восстанавливает свое тело из находящихся рядом запчастей И затаившись в квартире студии, начинает свою охоту на хозяйку и ее гостей Режиссер Ричард Стэнли первоначально хотел снимать в роли Мо Билла Пэкстона А Джеффри Компса в роли Шеддиса Пэкстон был в восторге о сценарии Но Миромакс мало что знали о нем, кроме его роли по-чужим Кэмерона И разочарованный Пэкстон в итоге ушел сниматься в картину «Морские котики» А Джеффри Компс не мог быть взят в картину Потому что английские правила союза кинематографистов позволяли им нанять только двух американцев То есть продюсеры уже утвердили американскую часть актеров Если бы Пэкстон и Компс появились в фильме, картина бы имела более культовую славу, чем то, что есть «Железо» — фильм, снятый на стыке 80-х и 90-х годов В 80-е в фантастическом кинематографе царил дух машин и роботов Был своеобразный культ разумных механизмов Телевидение также было завалено сериалами типа «Рыцарь дорог» и «Воздушный волк» Начало 90-х ознаменовали совершенно другие ценности И спрос на машины убийцы пошел на медленный, но спад Вместе с культурой 80-х уходили музыкальные гармонии того времени На смену пришло техно Так что «Неон», «Ван Гелис» и «Дождливый мир будущего» приказали долго жить Режиссер попытался завернуть киберпанк в новую обертку Кровавая конфета с песком, который скрипит на зубах Через пару лет Ричард поставит не менее странный и интересный фильм «Дьявол песков», который также приливается к красно-желтыми цветами пустыни Оператор фильма Стивен Чиверс также нащупал свой стиль на картинах Ричарда Стэнли И в будущем к нему обращались такие звезды, как Депешмот и Юту Для съемок своих концертов Фильм «Железо» снимался в Восточном Лондоне А сцены в пустыне были сняты в Марокко Музыка, звучащая в фильме, написана Саймоном Бословым Также в картине звучат композиции Игги Попа, Моторхед, Министри Музыка под стать происходящему на экране За кадром часто звучит голос диджея радио Его исполнил Игги Поп, которого называют одним из крестных отцов панк-рока и гранжа Так что Игги попал в фильм прямиком по адресу Камео-рокера Лемми из Моторхед также порадует поклонников Кстати, весь гонорар Лемми за фильм состоял из бутылки виски и револьвера Магнум Когда Лемми всадил бутылку вискаря, случайно уронил в воду подаренный Магнум Вызванные водолазы не смогли отыскать револьвер, который и поныне покоится где-то на месте съемок, на дне Для своего фильма Ричард Стэнли хотел использовать стоп-моушн-анимацию в сценах с роботом Mark 13 Но не смог этого сделать, потому что не было достаточно времени и денег Поэтому в сценах с роботом обошлись куклой, механическими эффектами и костюмом, который одевали специалисты технического отдела Дизайн робота разработал художник Пол Кэтлинг, который не покладая рук работал во второй группе В основном снимавшись сцены со спецэффектами К моменту съемок он уже набрался немного опыта на картине по сценарию Клайва Баркера «Царь зла», а также на картине фэнтези Джима Хенсона «Сказочник» Сами же технические эффекты были выполнены специалистами, работавшими с Джеймсом Кэмероном на картине «Чужие» Спустя несколько лет Ричард Стэнли написал продолжение к фильму, который бы назывался «Железо 2. Нулевой уровень» В течение нескольких лет он убивал пороги студий Сиквел был бы несколько иным, чем оригинал фильма, ближе к вестернам, с гораздо более крупным бюджетом и масштабом Проект завис, так как права на оригинальный фильм оказались разделены между несколькими странами, в том числе студией Миромакс Этому фильму в Америке изначально был присвоен рейтинг X из-за сцен чрезмерного насилия Создателям пришлось немного сократить картину, а некоторые моменты были попросту вырезаны, чтобы обеспечить рейтинг R И соответственно увеличить поток зрителей в кинотеатр Кинокартина собрала примерно около 6 миллионов долларов, при бюджете в полтора миллиона Прокатившись по фестивалям, кинокартина удостоилась внимания и критиков Фильм «Железо» получил награды на фестивале фантастического кино «Фантаспорто» премия «Лучший режиссер» На брюссельском кинофестивале приз «Серебряный ворон» А также на фестивале фантастического кино в «Авариазе» приз за лучшие спецэффекты Данная кинокартина для любителей направления киберпанк А конкретно таких фильмов, как «Бегущий по лезвию», «Немезида», «Киборг», «Считанные секунды» Не оставайтесь в стороне и вы любители свихнувшихся злобных роботов-убийц В фильме «Железо» самый классический образец такой смертоносной машины Любители постапокалиптических сюжетов в полной мере оценят стилистику постановки И безнадежное красное небо над головой героев Подобное небо было в одной из версий «Второго горца» Любопытный фильм для своего времени Времени, которое ушло безвозвратно Всем спасибо за внимание Увидимся!